После снежной зимы в Берск пришла весна. А вместе с ней и ряд проблем. На дорогах обнажились ямы, тротуары покрылись льдом и лужами. Передвижение по городу вызывает трудности и у автомобилистов, и у пешеходов. Этот тротуар ведет к центральной городской больнице. Сегодня скользко, я сейчас упала. Вот и душевы снимать, и упала. Понимаете? Потому что невозможно идти скользко, хоть бы кто-то посыпал что-то. С микрорайона я доехала до остановки сюда, чтобы попасть в больницу, чтобы идти невыносимо. И тут вот дальше тропинки есть, там, где тоже не чистятся, как сугробы вот такие. Как с них слезть, течет, коленки болят, невыносимо ходить. Аналогичная ситуация и в центре, на перекрестке улиц Ленина и Лелюха. Дело в том, что тротуар, ведущий к пешеходному переходу, под наклоном и покрыт ледовой коркой. Лед и вода и на тротуаре вдоль 10-й школы. Утром и вечером здесь особенно скользко. Днем же образовывается снежная каша. И таких опасных участков по городу немало. Обе основные дороги, соединяющие микрорайон и центр города, в глубоких ямах. По улицам Боровая и Красная Сибирь автомобилисты с опаской объезжают аварийные места. Я сама езжу на машине, ездить невозможно. Особенно улица Красная Сибирь, ее просто нет. А хотелось бы, чтобы она была, потому что основная улица, основное движение и в центр, и из центра, с нашего микрорайона. Жители частного сектора жалуются на неубранные кучи снега. Например, улица Некрасова. Одна половина улицы очищена, другая в сугробах, которые уже начали таять. Утопают в воде и внутриквартальные дороги. Это огромная лужа возле дома номер 31 по улице микрорайон. Жильцы дома опасаются затопления подвалов. Неподалеку возле 28-го дома тоже тают кучи снега. Вода заполняет дорогу. Зимой этот тротуар был полностью завален снегом. По непонятным причинам коммунальщики его не вывозили. Сейчас снежные кучи стали меньше, часть так и вовсе растаяла. Однако берчанам от этого не легче. Им все равно приходится ходить по автомобильной дороге. Проехав по улицам Берска, посмотрев ситуацию на дорогах и пообщавшись с жителями, мы обратились к директору управления жилищно-коммунального хозяйства Владимиру Захарову с вопросом, когда начнется ремонт дорог. По его словам, коммунальщики уже приступили к работам. Сейчас ведется аварийный ремонт. 23-го сделали улицу Кимзаводскую. Сегодня мы сделали часть улицы Боровая. Будем заканчивать Боровую. Потом у нас в планах улица Сверлова. Ну и дальше вы тоже знаете нашу сеть уличную, где есть аварийные ямы. Будем их заделывать горячим асфальтом. За аварийным следует классический ямочный ремонт, к которому коммунальщики приступят в середине апреля. На проведение работ планируется потратить 10 миллионов рублей. Кроме того, в рамках новой федеральной программы «Безопасные и качественные дороги Новосибирской области» будет выполнен капитальный ремонт части улицы Полевая в районе городского кладбища, а также улицы Суворова и Маяковского, отметил Владимир Николаевич. Улица, которая соединяет отдаленные части города одно с другим и является второй объездной дорогой к улице Ленина. Улицу Ленина необходимо разгружать. Альтернатива улице Островского, но уже ее не хватает, постоянной пробки. Поэтому ремонт на улице Маяковского позволит автомобилистам объезжать улицу Ленина и улицу Островского по параллельному пути. Обзор состояния дорог и тротуаров Берска показал, что проблем немало. Ямы, гололед и снежные завалы можно было увидеть как в центре, так и в микрорайоне. Сделают ли коммунальщики дороги нашего города безопасными, покажет время. А пока Берчанам остается запасаться резиновой обувью.